Вы слушаете авторскую программу «Открытое сердце» с Ольгой Анищенко. Программа, которая исцеляет, ободряет и помогает проходить трудные ситуации в жизни. И у нас очень дорогие гости из Украины, если не ошибаюсь. Правильно, Наташа? Да. Украина? Да. Доброе утро, добрый день, Валерий и Наталья. Доброе утро. У нас утро в Америке, у вас уже... У нас скоро вечер. У нас уже к вечеру дело. Но я знаю, что у вас утро. Спасибо, что вы согласились сегодня поучаствовать в этой программе. Друзья, кто будет присоединяться, всех просим вас, делитесь этим видео, потому что это видео, я верю, поможет сегодня очень многим людям. Видео, эту запись, этот эфир, даже можно сказать, эти два часа служения в прямом эфире, мы назвали «Великая тайна». Это была идея Валерия. Валерий, он служитель, пастырь, и людям служит и в тюремном служении, и в армии. И Наталья, его жена... В армии, я сказал просто капеллан называется, что и в армии тоже, но в армии у меня нет служения. Там, в команде пару раз, я не буду говорить, что я в армии служу. И их свидетельство, друзья, мы записывали в прошлый раз, вы можете прослушать на YouTube-канале, как вообще было их покаяние, совместная жизнь, и сейчас в тюрьмах. И через вот этих людей мы отсылаем книги «Пазл Илюши в тюрьмах». И когда мы записывали это свидетельство, и я очень ценю людей, которые могут открыто рассказывать свою историю и называть вещи своими именами. И я попросила с Наташей, мы на следующий раз поговорим на тему сердца женщины-матери, которая находится в тюрьме. А сегодня мы попросили Валеру и с Наташей вместе больше поговорить на тему семейные отношения. В нашей программе не часто бывают мужчины, это когда есть у нас мужчина в программе, тогда я уже все из него достаю, что могу. И я говорю, Валера, пожалуйста, давайте выйдем в эфир и поговорим на тему семейные отношения. И Валера говорит, это великая тайна, это великая тайна, великая тайна семейных отношений, потому что очень часто люди не знают, как жить. Знаете, мне сегодня утром прислали видео, и там написано, советуем, очень сильно просим прослужить всех родителей, у кого есть взрослые дети. Песня, я не знаю, слышали вы, но выходит человек шесть, взрослые дети в белом, и поют, папа, мама, спасибо вам. После них выходят дети в черном и говорят, папа, мама, почему вы нас не понимаете, почему вы кричите на нас, вы нас заставляете из-за вас, мы идем в ад, у нас нет никаких отношений, папа, мама, вы нас не понимаете. И вы мне говорите одно, мы делаем, кто слушает, они просто сидят и плачут. И потом третья группа уходит родители, говорят, вы, детки, и знаете, и вот так же самое и в семейных отношениях. Мы не знаем, как жить, но мы должны стараться. Это написано, усилием достигайте неба, точно так же усилием сохраняйте семью. А я, когда вышла замуж первый год, мы очень сильно любили друг друга, но первый год я очень много плакала, потому что я была как тут маленький ребеночек, и я не умела быть мудрой женой. Я понимала, что мне мужа надо слушать во всем, да, как я всегда слушала папу и уважала. Но как же его слушать, если я с ним не согласна? И вот здесь я очень много молилась и говорила, Господи, помоги мне быть мудрой женой. И когда я потом уже позже, я читала много книг, и в каждой книге пишутся, восхищайся своим мужем, благословляй его, хвали его, благодари его. И когда я это начинала делать, а в ответ тоже этого нет. И это, знаете, уже когда вот более-менее, когда вот у нас уже ребеночек родился больной, когда мы прошли вот это огненное испытание, вот тогда очень-очень сильно наша семья поменялась, и сблизилась, ну и прямо стала золотой, да. Но я вам скажу, каждый день мы учились жить, и учились жить вместе, и учились между собой сохранять эти отношения, и плюс, добавок ко всему, у тебя и церковь, и работа, и дети. Но я хотела сегодня больше затронуть те темы, все можем затронуть, да. Но больше я много слышу от женщин, муж просто мне затыкает рот, муж меня обзывает свиньей перед детьми за столом, муж словесно меня просто уничтожает, что у меня не осталось ни своего мнения, у меня нет мечты, у меня нет желаний, просто уничтожил, знаете, вот самооценка ниже, можно сказать, десяти. Это есть вот так в семьях. Второе есть, конечно, руки, уже муж протягивает руки, бьет жену. Но третье есть часть тоже в очень святых семьях. Даже слышим, что в церквях, где мужья пастыря, что жены с ними месяцами, годами даже не живут и не спят в этой комнате, потому что на сцене муж один, святой, а в доме муж или тиран, или просто-напросто всем затыкает рот, что опять же самооценка и у детей, и у жены падает ниже нуля, и уже только папа в доме командир, и больше ни у кого нету жизни. Я понимаю, что когда должность пастыря, лидера, вообще на работе большая должность, она из человека вытягивает все силы, и часто муж приходит домой, и все злость, и все недовольство или неуверенность в себе, или приживание выливает на семью. И я понимаю, что мы свободные люди во Христе Иисусе. И мы не имеем права никого не унижать, никому рот не закрывать, не убивать вот эту самооценку. Мы наоборот должны друг друга вдохновлять, открывать, помогать им развиваться, помогать вырастать вот в этот возраст Христова. Христос на земле сделал очень много. Как жить правильно, чтобы не убивать человека своими словами и делами, но поднимать его. И особенно это в семье, особенно это жены мужья. И так как у нас есть сегодня и Наташа, и Валера, больше хочется услышать мужской стороны, потому что я уверена, Валера, что и вы всю жизнь не были золотыми. И приходилось делать ошибки, приходилось плакать, просить прощения. Может быть, и семья была на грани развода. Мне кажется, это у каждой семьи бывает. У нас один раз за 10 минут было, что чуть не развелись. Но вовремя очнулись и попросили прощения друг у друга. Так что, Валера, что у вас есть на сердце, что у вас есть, какие мысли. Сегодня время вам, Наташенька, ты в любой момент можешь подсказать. Просим. И, друзья, просим, делитесь этим видео и пишите ваши вопросы. Мы, я говорю от имени Валеры, постараемся ответить. Хорошо, Оля. Вот самое первое, что хотелось бы мне сказать, что у нас не было такого опыта. Чтобы у нас доходило, тем более, думать о разводе, у меня никогда в мысли такое не приходило. Я уверен, что у Наташи тоже никогда такое в мысли не приходило. И накал отношений до той степени, чтобы уже что-то непоправимое, что-то такое, что пришлось бы слезно просить прощения, у нас никогда не было. Мы живем уже 13 лет. И Господь по милости своей дал нам эту мудрость, эту любовь, скорее. Понимаете, если аудитория, которая нас слушает сейчас, если люди верующие все, то можно, значит, в одном ключе говорить. И основываясь на Писании, и каждый человек, который уверовал в Иисуса Христа, он понимает, что это источник истины для нас и построения всех взаимоотношений. Если же люди неверующие, то то же самое я хочу... Есть вообще неверующие люди в нашем аудитории? Конечно. Я все... Я и книгу так писала, и я провожу так радиопередачу, чтобы было понятно и верующему, и неверующему человеку. Хорошо. И вот я с чего хотел начать. Ну, во-первых, очень было бы хорошо, если бы кто нас сейчас смотрит в прямом эфире, задавали вопросы о своих ситуациях, и где-то, может быть, на то, что я буду говорить, что-то, может, непонятно, или что-то нужно разъяснить, чтобы они задавали вопросы, было бы очень хорошо. Хотелось бы, чтобы это было практично, чтобы люди смогли применить то, о чем мы будем говорить сейчас. Потому что у нас так получилось. Знаете, вот, ну, я говорил, по-моему, в прошлый раз, когда мы общались, я говорил, что я был... Ну, мы были с Наташей вместе в церкви Посольства Божьих. И я как пастор в церкви, Наташа была администратором, лидером группы прославления. И мы проходили вот в Посольстве Божьем, что, может быть, кто-то не согласится со мной, не знаю, но вот тогда, вот 2006 год, была очень хорошая школа о семейных отношениях, о добрачных отношениях и о семейных отношениях. И там даже были такие 70 вопросов, которые, может быть, все слышали. И, знаете, я даже многих из них вообще не помню этих вопросов. Но есть какие-то вот фундаментальные вещи, которые вот тогда мы уже решили между собой. Поэтому очень важно, если люди уже в семье живут, и как-то у них брак получился где-то, может быть, ну, по каким-то эмоциональным порывам просто, а не по любви вот этой настоящей, то, конечно, здесь сложнее, но все равно не поздно. Учиться нужно. Ну, брак – это вообще-то мы всегда каждый день в супружестве, мы всегда утром просынаемся. И я лично всегда провожу время с Богом для того, чтобы, ну, быть хорошим мужем. Первая моя цель – я всегда прошу у Бога, чтобы он был мужем для моей жены, чтобы он был отцом для моих родителей, для моих детей и сыном для моих родителей, потому что мы живем все вместе. И я понимаю, что если я этого не буду делать каждый день, то мне сложно будет, ну, в каких-то ситуациях, ну, отреагировать, как новая природа, как новое творение. Потому что верующие люди понимают, что мы уже не ветхий Адам, который по плоти поступает, по плоти водится и ходит по плоти. Мы уже новое творение, мы по духу поступаем. А по духу – это значит по Иисусу Христу, это значит по благодати в первую очередь. И когда человек понимает вот эти вещи, в первую очередь, рождение свыше, когда он понимает новое творение, что такое благодать Божья, что есть формы взаимоотношений закон, есть форма взаимоотношений благодать, есть форма взаимоотношений просто любовь. И вот это все вот оно периодически в жизни у каждого где-то происходит, ну, у всех происходит иногда. И у нас нужен был закон для того, чтобы вот исследовать эти вопросы, исследовать свои сердца, чтобы обговорить это все нам. Вот мы ездили специально в Чернигов к пастору, и нам пастор вот с нами проводил эти, ну, вот именно мы разговаривали открыто, как мы понимаем, как мы думаем. И вот, ну, один такой вот пункт, который я помню всю жизнь, я всегда на нем стою, я даже сейчас вот поделюсь, чтобы если кто-то уже женатый, чтобы они задумались и подумали об этом. Если еще не женатый, то чтобы они тоже сначала, ну, жених и невеста, чтобы они выяснили этот вопрос. Вот такие простые вещи. Если вдруг что-то напряжение произошло в семье, то, ну, вот что-то типа ссоры какой-то произошло, то кто первый должен просить прощения? Вот такой вопрос, он такой вроде бы немножко кажется с подвохом, но он очень глубокий. Вот как ты думаешь, Оля, кто должен первый просить прощения? Я не хочу сказать, что жена, потому что это унизит жену. Но в наших отношениях, я помню, первые годы жизни я, наверное, часто просила прощения. Последние годы жизни уже мы оба, ну, как бы, мне кажется, наравне просим прощения, если надо. Мне кажется, в последние годы уже и не ссоримся. Ну, я скажу просто правильный ответ. Правильный ответ – это и муж, и жена должны всегда понимать «я». Почему? По одной простой причине. Потому что в нашей семье нету виноватых. Понимаете, у нас нету того, кто виноват. Если что-то происходит, мы не стараемся найти, а кто же был источником этой проблемы. А мы понимаем, что источника нет. Нет, мы никто не виноватый друг перед другом. Если даже кто-то видит вину в нас какую-то, ее Иисус забрал уже. Он забрал всю нашу вину. И мы уже невиновны. Перед Богом мы невиновны. И если мы дети Божьи, мы друг перед другом невиновны. И мы не стараемся искать виноватых. Понимаешь, это очень важно. Когда человек не понимает вот этого, всегда в браке будут проблемы. Всегда. Если человек не понимает, что я должен, что бы ни случилось, я должен просить прощения. Причем неважно, вот я думаю так, а Наташа тоже так же сама думает. И поэтому мы даже не будем доводить до того, чтобы... Я понимаю, что если сейчас вижу накал, вижу где-то вот эмоциональный, где-то такой, ну, подогрев идет, я понимаю, что подожди, еще шаг, и потом мне придется просить прощения. И точно то же самое Наташа так же думает, потому что мы с ней разговаривали об этом еще до того, как мы поженились. Мы обговаривали многие вопросы и очень глубоко исследовали свои сердца в этом и вот наши отношения. Как мы видим, кто такой муж? Как мы видим, кто такая жена? А, причем вот жена должна ясно понимать, кто такая жена, муж должен ясно понимать, кто такой муж. И я никогда не смотрю на то, какая она должна быть. Потому что если я начну смотреть на то, какая она должна быть, я всегда начну ее обвинять. Понимаешь? Я смотрю на то, какой я должен быть. А? Что ты говоришь? Это тоже много в семьях происходит. Ну, вот из-за того, что вот такие элементарные вещи люди просто... Я тебе скажу честно, это простое невежество. Просто люди не понимают вот этой великой тайны. Я говорил, что вот, ну, я сегодня так вот утром, ну, такое вот мне пришло название нашей темы. Великая тайна. Есть просто тайна, которую, ну, многие люди, они вообще даже не знают, что она есть, эта тайна. Если особенно неверующие, они вообще не знают, что есть тайна такая. Многие верующие не понимают вообще, что это за тайна. Люди, которые приняли Иисуса Христа, они даже не понимают, что это такое. Барнир, вот я здесь добавлю немножечко. Нам Оксана написала, первым будет просить прощения тот, кто, наверное, уже готов просить прощения первым. А я хочу поделиться коротко своим личным опытом. Ну, в жизни тоже не бывает. Но я помню, в последний раз была такая маленькая проблема, но для меня она была огромная. И мы с мужем, наверное, час ссорились, ссорились. И эта проблема уже переросла в слона. И знаете, и уже, ты уже не помнишь, из чего ты начал эту ссору. И ты уже готов ее закончить и пойти спать, а у тебя не получается. И ты уже столько гадости друг другу наговорил, что хочется просто прернуть лицо, развернуться и развеститься пять минут. Ну, знаете, я здесь сижу такая, и он прав, и я права. И он прав, и я права. И сижу, и думаю, боже мой, вот наговорила, наговорила, да, ну, мы вместе как бы, да, за час. А теперь же надо просить прощения. Ну, что делать? Ну, представляете? Я думала, самое тяжелое, это вот ты наговорил кучу гадостей, потом ты должен просить прощения еще. Слава Богу за это, да. Мы помирились, но после того я ему сказала, я больше, нет, после другого случая. И тогда он придет злой домой и что-то, знаете, выливает, ну, свое недовольство в семью за проблему, которая произошла на работе. И я ему сказала, знаешь, когда ты в плохом настроении, я больше никогда не буду с тобой ссориться. Потому что я выучила урок, что мы вот в этом гневе, мы очень много плохих слов говорим друг другу, и мы очень сильно друг друга раним. И вот эти слова, они остаются с тобой на всю жизнь. Поэтому мы сделали такое правило. Я лично, это мое было правило. Когда ты злой, я тебе ничего больше не буду говорить, я дам тебе время остынуть. И потом мы спокойным языком поговорим. Также другое правило я взяла. Если вот как-то муж меня обидел, но он был без настроения, ну, без настроения, я иногда промолчу, но завтра за столом, когда он в хорошее настроение, я ему скажу, знаешь, ты меня вчера обидел. Вот так больше не делай. Это были мои личные... Оля, вот извините, я сейчас... Да. Извини, что я перебью, потому что потом забуду. Смотри, вот когда ты говоришь, что я вот не сказала ему, а потом на следующий день за столом скажу, понимаешь? Вот смотри, что получается. Получается, что ты все равно видишь его виноватым. Ты все равно ждешь момент, когда все-таки сделать его виновным. Понимаешь? А смотри, а если мы, вот если мы с Наташей решили этот вопрос еще доженить бы, то мы понимаем, что мне не надо ей говорить. Иногда вот, знаешь, когда вот бывает что-то все-таки я скажу, но мне так это трудно говорить. Я сразу говорю, Наташа, вот давай сейчас поговорим. Потому что я понимаю, что она может подумать, что во мне есть обвинение в ее адрес. А я знаю, что если я буду ее обвинять, ее реакция, это защищаться. Смотри, когда ты обвиняешь мужа своего, ты говоришь, вот смотри, тогда было вот так. Даже он в хорошем настроении, ты ему уже испортишь настроение. Потому что его реакция будет защищаться. И он, смотри, и первое, что приходит, это по плоти. Потому что, когда плоть начинает реагировать, и в духе ты, ну, температура духовная у тебя маленькая, то ты по плоти будешь реагировать. И ты начнешь тогда думать, ага, она такая, а она какая? Это значит, я, а ты? Понимаешь, что происходит? А когда, смотри, а когда мы этот вопрос решаем, зная великую тайну, тогда у нас по-другому это все выглядит. Тогда я понимаю, что это... Я тут добавлю, но мы женаты уже почти 24 года, да? Я вам рассказываю просто два случая в моей жизни. Последние лет 10 мы, можно сказать, даже не ссоримся, с полслова понимаем друг друга. Мне кажется, самое главное, это высказать то, что тебе не нравится. Потому что я слышала от других жен, она говорит, а что он дурак, что я ему должна говорить, что мне не нравится. И она все закрывается на недели. И вот неделями с мужем не разговаривает. Это тоже плохо. Я хочу честно сказать вам спасибо и поздравить, потому что вы-то женились уже не в 19 лет, вы-то женились уже, вам было после 30, и плюс в должности пастыря Валера. И вот я вам очень благодарна за вот эту великую тайну, которую вы сейчас рассказываете. Я ее изучала 15, 20, 25 лет. Я с мужем, слава Богу, мы постепенно приходили к тому, что и ссориться не стоит, а вы это уже до свадьбы поняли, что ссориться не стоит, что обвинять друг друга не стоит, потому что когда начинаешь обвинять, вот там и проблема вылазит. Правильно же? Вот я очень рада слышать вашу великую тайну. Давайте рассказывайте ее до конца. Повторите еще раз. Когда мы хотим поделиться своим сердцем, вот я хочу что-то сказать своей жене любимой, именно что я чувствую. Я в первую очередь стараюсь в любви, просто утонуть в любви, говорить это из любви. Потому что если я начну претенциозно говорить, во-первых, я знаю точно, я не достигну результата никакого. Я тебе скажу, что все мужчины, вообще подавляющее большинство мужчин, они еще ранимее, чем женщины. Может, ты удивишься сейчас, но я тебе серьезно говорю. Не верю. Я не хочу никогда накал доводить, потому что мне плохо от этого. Я понимаю, что мне будет еще хуже, чем кому бы то ни было. Потому что каждый мужчина хочет жить в любви. Каждый абсолютно. Он хочет отношения, любви иметь. И это заложено в каждом человеке. Но мужчине тем более, потому что сначала мужчину Бог сотворил, и он вложил в него это все. Потом из мужчины что-то взял и создал прекрасную женщину. И мы, по сути, мы одна плоть. Мы стали двое одной плотью. И вот Павел очень хорошо говорит в пятой главе к Ефесянам, он там вообще раскрывает, ну, всю тайну раскрывает. И он говорит, что, ну, если я, ну, это моя плоть, то никто не хочет плохого для своей плоти. Никто не делает больно, зла и каких-то плохих вещей. Все о своей плоти заботятся. И когда человек не понимает вот этого, что, ну, вообще это, ну, это не она, это я. И я вот это, это не я, это для нее, это она. И когда мы так думаем, конечно, есть вопрос один, что, ну, я говорю сейчас о совершенном. Я говорю, что это уже совершенно. И мы все еще движемся в этом направлении. Но мы должны так думать, мы должны так понимать. Если я не буду, ну, понимать этих вещей, то я тогда вообще буду смотреть в другую сторону и вообще использовать другие методы. А когда я вот так думаю, то, ну, вот, давай зачитаем. Вот, допустим, смотри. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. И будут двое, одна плоть. То есть, подожди, значит, это не Наташа отдельно сидит, а это я сижу. Это моя плоть вообще-то. И потом говорит, вот, тайна сия велика. Интересно. Вот тут он говорит о мужчине и женщине, как мужья должны любить своих жен, говорит, рассказывает. Это вообще, вот это, для каждого мужчины, вот это нужно знать наизусть. Вот с 23 стиха, 5 глава, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И до конца главы, до 33 стиха. Вот это каждому мужчине нужно наизусть знать. Причем, ну, наизусть, может, я неправильно сказал, пропустить через себя и понять, о чем здесь говорит Писание, о чем здесь Бог хочет нам сказать. Если вот это понять, тогда ясно, что тайна эта велика, она очень велика, эта тайна. И он говорит, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Как каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. То есть, вот он говорит, сравнивает Христа и церковь, невесту. Он сравнивает, показывает, что, как муж любит жену свою. И вот если для мужчин, вот, ну, кстати, вот эти вещи, ну, мы служим и мужских, и в женских колониях, и интересно, чтобы вот разные, ну, там женщины нас слушают, там мужчины. И очень хорошо в этом отношении, потому что, если незрелый человек, то он сразу будет смотреть, что касается другого, а не себя. И вот для мужчины, вот это очень сильно. Для женщины нет. Для женщины это не нужно. Ей вообще не нужно. Ей нужно знать, что она должна. Ну, причем не должна. Это любовь рождает в тебе это. Ты хочешь быть послушной мужу своему. Ты хочешь ему подчиниться. Здесь вот написано, жена добоится своего мужа. Вот здесь заканчивается так. Я, допустим, понимаю, что здесь говорится не о страхе каком-то животном, а здесь говорится, это что-то подобное о том, что, ну, боящийся Господа, вот ему открыты тайны, и страх Господень, это начало мудрости. То есть великая тайна в том, чтобы почтение иметь, иметь вот это благоговение, как пред Господом. И он говорит неоднократно, что, ну, муж для жены, это как, ну, как Господь для тебя. То есть это вообще, это жесткое вообще сравнение. Как это подожди? Мужчина, муж мой, пусть он там, я его люблю, но Господь, это же Господь. А Бог, оказывается, смотрит на сердце жены, и он видит по ее отношению к мужу, ее отношение к нему. И вот для жены вот эти важные моменты. А для мужа, вот здесь вот очень хорошо, потому что у мужа есть злова жены, как и Христос злова церкви, он же спаситель тела. То есть он уже, я должен понять, что у меня уже есть обязанности какие-то перед женой. Я уже, если я ее люблю, это не просто я люблю, и там, что хочешь, то и делай. И только дай мне то, что мне нужно. Это вообще неправильный подход. Вообще, когда, ну, если кто-то еще не женат и собирается вступить в брак, в первую очередь задайте себе вопрос, для чего вам муж, для чего вам жена? Если жена для того, чтобы твои какие-то, ну, потребности восполнить, то тебе нельзя выходить, ну, жениться ни в коем случае. И если жена тоже смотрит на мужа, чтобы решить свои какие-то трудности, как-то свои, ну, какие-то задачи, там, поставленные цели выполнить, то же самое ни в коем случае нельзя, ну, выходить замуж. Единственная цель, которая сделает брак счастливым, это когда я женюсь для того, чтобы сделать ее счастливой. И когда жена выходит замуж для того, чтобы сделать этого мужчину счастливым, вот когда вот это правильное, вот эти стоят на правильном месте, вот эти вот, ну, понимания, тогда и брак будет счастливым. Тогда супружество будет, ну, будете радоваться в супружестве всегда. И не будет никогда никаких проблем, не будет никогда, ну, боль ты не будешь причинять друг другу. А почему не будешь? Потому что ты уже тайну эту понял. А тайна, смотрите, она же, он же здесь говорит, что, вот, ну, как церковь, ага, мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. То есть я вообще, ну, жизнь моей жены, она больше, дороже для меня, чем моя. Я должен это понять, потому что иначе у меня не будет гармоничного брака, не будет, ну, отношений правильных, которые будут отношениями любви. Дело все в том, что, ну, вот, как, как Бог даятель, а мы приниматели, мы принимаем от Бога, мы принимаем любовь, мы не можем ему ничего дать, Богу мы ничего не можем дать. Мы только принимаем от Бога. И когда мы принимаем, наполнились, оно из нас через верх идет. И точно так же муж и жена. Муж даятель, муж дает жене. И тогда от нее идет реакция ответная. Вот мне нравится такой, ну, вот такой вопрос, кто предложил жениться? Вот жена предложила ему, бегала за ним, и сказала, давай, ну, женись на мне, женись на мне. Или муж приходил, ухаживал и говорил, выйди за меня замуж, пожалуйста. Ну, я тебе предлагаю руку и сердце. То есть он инициатор. То есть от мужа всегда исходит инициатива. Если муж недоволен своими какими-то, вот жизненными обстоятельствами, это тебе нужно, ну, в себя заглянуть и посмотреть, что ты даешь. Потому что ты получишь только то, что ты даешь. Жена, она получатель. Она принимает. И когда ты наполняешь ее тем, что ты хочешь, она начнет через верх идти в твою жизнь. Она начнет, вот, ну, с любовью тебе это отдавать. И точно так же, ну, вот, Павел же говорит, что всякой жене, ну, жене глава муж. Мужу глава Христос. То есть есть определенное вот, ну, положение для гармоничных отношений, когда муж понимает, что все исходит из него. Ну, вот, когда я такое говорю, я вспоминаю всегда апостолов Иисуса Христа. Он, когда им начал говорить о супружестве, они говорят, ого, если такая ответственность, так может лучше вообще не жениться? Это, почему они так говорили? Потому что они, ну, еще не понимали тайны вот этой. Дело все в том, что когда для тебя открыта уже эта тайна, то ты не на себя надеешься, а ты надеешься на Господа, который в тебе живет. И ты надеешься на то, что Он сделает все так, что я даже придумать не могу. И я уже ни разу в этом убеждался в своей жизни. Вот об этом могу добавить еще вот в Колоссянах, что такое тайна. Вот немножко, как бы, основания заложу, тайны, и потом будем дальше общаться. Посмотрите, здесь Павел раскрывает еще одну сторону. Он говорит, тайность сокрытая от веков и родов. То есть, эта тайна, она сокрытая. Ее потому не знают многие, потому они и не задумываются о ней, потому что она сокрыта от веков и родов. И она вот ныне открыта святым его. То есть, она открыта только тем, кто отделен для Господа. Святые – это отделенные. Если я знаю, что я принял Иисуса Христа, моя жизнь принадлежит Богу, я святой Божий. И все послания, вот Павел, везде он во всех посланиях говорит, святые, святые. Он обращается уже к святым, хотя потом описывает, они какие-то делают ошибки. И это не говорит о том, что они не отделенные для Бога. Просто они на пути где-то выбирают жизнь по плоти и забывают вот эту тайну великую. А тайна эта великая, вот он дальше говорит, значит, открытую святым его святым, которым благоволил Бог показать. То есть, святым своим, отделенным для себя, Бог показывает. Это его благоволение показать, какое богатство славы. То есть, богатство – это вообще, ну, богатство славы. Если только ты услышишь эту тайну, захочешь вникнуть в нее, ты начнешь пользоваться этим богатством славы Христа. Это, и вот он говорит, какое богатство славы в тайне этой для язычников, который есть Христос в вас, упование славы. То есть, тайна – это Христос во мне. Это уже не я живу, а Христос. Уже не я буду, ну, нести то, что я по-человечески понимаю невозможно. Я же взрослый мужчина, я понимаю, что какие-то вещи, которые я просто вот перед Господом ему вверяю, и я понимаю, что я никогда этого не смогу. И я потом просто благодарю и славлю Бога, потому что я вижу, как это действует, как это проявляется в моей жизни. Я просто вижу его жизнь, его реально проявление, его тайны. И здесь вот смотри, Павел говорит, значит, Христа в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. То есть, мы уже совершенные. Павел говорит дальше, он говорит, для чего я и тружусь, и подвязаю силой его, действующей во мне могущественно. Он понимает, что нам нужно просто обновиться духом ума. Нам нужно понять, что эта тайна не для плотского Адама, который умер во Христе. Это тайна для нового человека, для нового творения. Кто поверит слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня. То есть, человек, который доверится Богу, который вот действительно начнет жить этим невидимым, ему начинает открываться это. И я вот, ну вот я здесь перед вами сижу, вот моя жена, мы с ней уже живем 13 лет, у нас, у нас наших трое деток, которые вот уже 12 старшему, 6 лет меньше девочки. И мы проходили разные вещи в жизни. Мы проходили трудности такие, ну как и многие люди другие. И болезни были серьезные, и ну я даже уже уже во Христе будучи, у меня была серьезная болезнь, я чуть не умер вообще. Я даже думал, все, я уже Господу говорил, если все, я иду к тебе. И мы проходили, мы понимаем это все. Мы не просто там какие-то вот начитали с чего-то и рассказываем людям. Мы проходим это в своей жизни. Вот люди, я просто вот хочу, чтобы слышал, каждый человек, что есть для каждого открыто это, для тебя, дорогая душа, открыто это. Этот путь во Христе, вот этот узкий путь, который ты никогда не притянешь ничего своего. Там только полное доверие Иисусу Христу, полное доверие Его благодати. Благодать, он даже говорит, много мест Писания, где говорится, что обилие благодати, тот, кто принимает обилие благодати и дар праведности, тот будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. То есть, царствовать в жизни, это значит, власть Иисуса Христа, это же великое поручение, он говорит, итак, дана мне вся власть на небе и на земле, итак, идите и научите все народы. То есть, мы имеем поручение от Господа, идти и научить всех людей, что вся власть дана Иисусу Христу, чтобы мы страха их уже не боялись, чтобы мы не думали, что Бог – это просто красивый рассказ, а Он живой, Он реальный. И когда мы Ему доверяем, что интересно, Он никогда не подведет. Вот я знаю, что если во мне доверие Ему, я всегда вижу Его руку, вижу Его проявленную силу и вообще, ну чудеса просто. Я даже думал, раз рассказываю людям, и верующие люди, столько же, сколько я во Христе, и они смотрят и думают, ну, рассказывают просто, где-то даже я понимаю, где-то даже нету, а действительно защита от Господа есть, когда ты Ему доверяешь. Действительно есть вот эта могущественная сила, проявленная, ну, сверхъестественная, я не знаю, как это происходит. Это благодать Божия так работает. Просто вот что-то не так, там денег нету. Знаешь, вот бывает такое, что, ну, действительно нету денег. Вот были такие вообще времена, что нам не было, ну, мы очень были, ну, как в финансах, очень были ограничены. Я даже там пошел, ну, вот это из этого я тогда и заболел, кстати, потому что пошел там, ну, на работу, раздавать флицы наркоманам, это работа, люди живущие с ВИЧ, и там, там и деньги небольшие платили, но я, в принципе, ничего и не умею больше. Я пошел, и там морозы были, и я там на хаты, на притоны ходил, и там были, ну, больные люди, которые, я просто, ну, заразился. Почему я заразился? Я сейчас понимаю, потому что я шел не из веры, а я шел из страха, что у меня не будет денег жену, ну, обеспечить, самому кушать что-то, и тогда один у нас сын был, еще только Давид был, да, еще Петя не, а не, Петя уже родился, но был очень маленький, и я шел из страха. И вот это рабство, вот это и есть работа, рабство, когда в поте лица, когда человек работает в поте лица, он на небо не может посмотреть. Вот почему это проклятие? Это же проклятие, которое все человечество несет, что он из-за того, что ему нужно работать и трудиться в поте лица, он не может смотреть на Бога, чтобы благодать получать, принимать, чтобы принимать от Господа то, что он хочет тебе дать. И труд для Господа, знаешь, даже когда ты вообще и не досыпаешь, когда там что-то тяжелое, тебе там или грузы таскать надо, или там поездки, ну это с радостью, ты радуешься, я никогда не скажу, что это работа. Это просто я живу для него, радуюсь и наслаждаюсь этой жизнью. И любые трудности тогда, ну ты их несешь легко, тебе несложно это делать. А когда без Бога, я не знаю, как это, как люди живут, которые просто работают для того, чтобы заработать. И я не знаю, почему я сюда перешел, потому что я все-таки хотел говорить о той тайне, которая вот, ну, Христос в нас. Эта тайна, она вот по благодати только открывается. По закону не работает. Если по закону, то мы все равно переключаемся на свои, ну, на свои силы. Мы начинаем делать что-то, чтобы получить что-то. А когда мы доверяем Господу, вот здесь, кстати, я заметил, очень многие, ну, просто из-за того, что не понимают, как это, а ум наш, он требует уцепиться за что-то. Он хочет ухватиться за что-то, чтобы пощупать, и тогда ему спокойнее, и он тогда может идти. Вот это и есть жизнь по плоти. Жизнь по закону – это жизнь по плоти. Я не знаю, может, я кого-то сейчас удивлю, но вот там, где Павел говорит, что по плоти и по духу. Вот там конкретно по плоти – это когда я поступаю по закону, а по духу – это когда я поступаю по благодати. Это, конечно, очень глубокая тема, не для этой темы разговора, но великая тайна, она там именно коренится. Вот она там корень этой тайны. Если я буду на себя надеяться, то, конечно, я буду стараться делать все, что возможно, ну, что я могу, и я буду делать все, что я считаю правильным для жены, для детей. Но я же на свои силы надеюсь, у меня их ограничено, и я буду требовать от нее, естественно, потому что я себя поставил под закон, и я начинаю что-то делать, чтобы получить, и я хочу, чтобы другие точно так же делали. Всегда так. Вот в любой церкви, если есть какие-то традиции церковные, какие-то богословские утверждения, которых обязаны придерживаться все, это как раз и льстит слуху. Потому что те, которые способные, уже достигли этого, а можно достичь, человек может очень много сделать. Бог даже рассеял когда-то языки, чтобы мы могли даже на небо добраться. И смотрите, когда человек сам что-то выполняет, движимый тем, чтобы получить, то он тогда будет относиться точно так же к другим. Он будет тоже говорить, вот ты должен, я же сделал, ты сделай. А смотри, а когда ты на Бога только уповаешь, тебе нечего, ну, ты не можешь ничем похвалиться. Ты хвалишься только Господом, больше ничем. И больше никем и ничем. Потому что, ну, если ты понимаешь, что ты вообще, ну, ты ребенок, ты дитё, ты песчинка, ты вообще, ну, трава, рожденная на время, мы поем песни. Ты вообще без Бога ничто. Экклесиаст вообще говорит животное просто. Без Бога человек животное. Просто инстинкты и все. Но когда ты с Богом, ты становишься сыном Божьим. Ты становишься царственным священством. Давайте подведем итог того, что вы сказали. Хочу просто подметить, что вы сказали. Жена моя – это я. И я для жены – это она. Получается, мы одно в Боге, муж и жена. И вот в этом великая тайна. И это, получается, ты когда смотришь на мужа, ты смотришь как будто на себя в зеркало. И то, что он хочет, это ты должна обратить внимание, как будто это я хочу. Даже если тебе не сильно хочется, но он хочет, ты должен разрешить ему, потому что он хочет. Это часть твоя. Это как будто в тебе два человека живет. И, знаете, вот когда человек рождается, в нем есть и зло, и добро, да? Получается, вот у этого человека еще помещается один человек. Это вот мужчина, в котором уже живет зло и добро. И, получается, еще он должен сюда женщину впустить. И вот говорят, когда человек не женатый, он не человек. А когда вот он женатый, когда их вдвое, то вот это именно становятся образы подобия Бога. Это так, как в Боге есть и мужские, и женские качества, да? Вот только вдвоем ты можешь достичь вот этой цели, которую заложил Бог. И как же получается? Это очень непросто. Это конкретно, вот вы говорите, что надо сначала принять Бога в свое сердце, вот поверить в жертву Иисуса Христа, вот слепо как-то верить, вот просто доверять Богу со всей тела. Вот только потом ты можешь жить святой жизнью. И я как слышала проповедь, что Бог говорит, сотворим человека по образу и подобию нашему. Только в конце дней жизни, при уже смерти, человек становится похожим на Бога. Он всю жизнь преоближается в образ Бога. Он старается, он учится, он не знает, как жить. Я говорю еще раз, повторяю, я очень рада, что вы это все поняли до свадьбы. И когда мы только начали вот эту запись видео, вы говорите, Оля, у нас в семье этих проблем нет. Я думаю, ну, наверное, это неправильные люди, где это темы. Я вам хочу сказать очень большое спасибо, потому что вы огромный пример для тех людей, кто не умеет жить правильно, для тех людей, кого не научили. Я даже недавно говорила одному пожилому человеку, пастырику, говорю, давайте запишем видео на эту тему. Вот расскажите, пожалуйста, что бы вы говорили вашему сыну, которому завтра жениться. Как бы вы его наставили? Как жить правильно в этой жизни? Вот, поэтому, Валеж, спасибо огромное. Я как-то, ну, я много чего понимаю, но такое выражение еще не слышала, что она – это я, а я – это она. Вот, например, я. Это не написано. О, это написано. Да, да? Это, получается, ты как в зеркало, ты вот тоже настолько принят друг друга и ни капельки не унизит, ни руками, ни словами. Даже иногда взглядом можно уничтожить человека, да? И вот никогда в жизни не обвинять его, а просто стараться жить без обвинений. Это очень непросто. Это конкретно надо быть святым человеком, чтобы так прожить, да? И вы вот рассказали тайну, что человек должен принять Иисуса Христа в сердце и вот конкретно жить по этой благодати. И только святым открывается вот эта тайна. Получается, человек, который в грехе, он даже не понимает, что его жена – это я, а я – это жена, да? И что с ней надо поступать так, как вот поступал Иисус Христос. Но у меня есть тайна. Вот почему Бог сокрыл эту тайну и открыл ее только святым людям? Почему? Почему грешникам не открыта эта тайна? Понимаешь, вот вопрос этот интересный очень. Во-первых, вот когда мы говорили, там две вещи, которые тоже нужно понять. Вот когда человек смотрит, что хорошо, что плохо. Помнишь, вот ты вначале, когда говорила, вот после того, что я говорил, ты говоришь, что хорошо, что плохо, мы определяем. И смотри, и вот это уже кушать с дерева познания добра и зла. И это, а плод этого дерева – это смерть. То есть, ну, два дерева в саду – это дерево жизни и дерево познания добра и зла. Дерево жизни дает жизнь, а познание добра и зла дает смерть. То есть, когда мы определяем, что лучше, что хуже, вот это просто, ну, если не принять вот это верой, это не пощупаешь. Это нельзя пощупать. Просто нужно поверить, что Бог, Он действительно есть, что Он стоит над всем, и Его Слово – это основание того, что Он, как Он проявляется. Вот этот Новый Завет, который, ну, не бывает, ну, чтобы в одно и то же время работали многие Заветы. Вот было время, был Завет Адама, было время, вот, Второй Завет, который, когда Адам согрешил, тоже это был Завет Бога с человечеством. Потом было время Ноев Завет, Авраамов, Моисеев Завет, Давидов Завет. И потом пришло время Нового Завета. И вот когда эти Заветы были, вот во время действия этого Завета, Бог вот так взаимодействовал с человечеством и со Своим творением. Потом следующий Завет, уже те взаимодействия, ну, есть Завет Вечный, а есть Временные Заветы. И Вечных только два Завета. Это вот, которые, ну, с Адамом и с Ноем. Все остальные Заветы, они Временные. И Завет с Иисусом Христом, вот это Вечный Завет, который, ну, который уже, ну, Новый Завет, который мы уже погружаемся и выходим уже из всех Заветов. То есть, вот когда вот это люди поймут, человечество, когда созреет до этого, что уже мы не сдерживаемся ничем, не сдержаны. Только Иисус Христос, только Его жизнь. И вот интересно, что эта тайна, она же глубже уходит. Она вот в Коринфянам 15 главе, там Павел, он говорит вот такие вещи, что все покорено будет Христу, и когда все будет покорено Ему, то и сам Сын покорится Отцу, и Бог будет все во всем. И святые, это люди, которые приняли верой это. То есть, это не тот, кто вот смотришь на Него, и он прозрачный. Нет. Святой это такой же человек, как и мы все. Но он верит в то, что он отделен для Бога. Что он уже, вот были в храме святые сосуды были. Это сосуды, отделенные для Господа. И, кстати, эти сосуды, когда брали нечестивые, то были проблемы у них. Точно так же, если ты веришь, что ты отделен для Господа, и ты святой. То есть, святой отделенный. Ты уже принадлежишь Господу. В тебе другая природа. В тебе ты уже дитя Божье. И вот, когда вот эти вещи, ну, человек вот это примет до самой глубины, тогда ему уже легче будет, ну, с женой, вот, и с мужем правильно себя вести. Потому что ты понимаешь, что, ну, вот, когда сотворил он, да, сотворил Адама и Еву, сотворил, и стали одной плотью. И мысль вот эта, второй, я два пункта хотел сказать, и сейчас она куда-то убежала. На первой сконцентрировался, вторая убежала. Хорошо. Ну, давайте мы, вторая прибежит пока. Я хочу прочитать комментарий. Наташа пишет. Сыну, которому завтра жениться, поздно говорить сегодня. Дети, читая жизнь, родители, и потом в своих семьях, это же воплощают. И получается, это, это, это горькая правда. Это горькая правда. Потому что в семьях, где мир и согласие, дети все-таки, мне кажется, вырастают более-менее святыми, и женятся, и браки хорошие. А в семьях, где ругань, где побои, где ложь, вот так же и дети вырастают, потому что они другого не видят. Валера, я знаю, вы много уже сказали, и я вам скажу, очень интересно, но мне кажется, не для каждого ума, потому что вас более поймут святые люди, которые уже понимают тайну Иисуса Христа, которые знают Бога. Но если бы перед вами сейчас стоял 20-летний юноша, который хочет жениться, у которого Бога нету в уме, в разуме, но он хороший, он хороший. Вот. Вы просто как пастор, как человек с опытом, в двух предложениях, что бы вы этому юноше сказали, чтобы он запомнил ваши слова на всю жизнь? Это будущий отец, это будущий муж. Да, это такой вопрос очень непростой, потому что запомнить на всю жизнь слова может, ну, человек может запомнить только те слова, которые коснутся его сердца. И если это, ну, если, вот, ну, если юноше, там, 20 лет, допустим, да, если ему сказать что-то, чтобы это коснулось его сердца, в двух словах, я думаю, не скажешь. В двух словах может сказать ему тот человек, которого он знает хорошо, и он может сказать ему в двух словах. но если я, вот, допустим, разговариваю с людьми, я сначала хочу понять, ну, к чему человек стремится, во что он верит, какие у него идеалы. И вот, и когда он начинает сам об этом говорить, он начинает сам понимать, ну, и опасности, и невозможность там достижения своих целей, и какие-то вот, ну, то, что он вообще, ему надеется, не на что. И вот тогда задача, ну, одна задача, это, ну, говорить то человеку, что хочет Дух Святой каждому сказать. А на самом деле, Дух Святой сейчас каждому хочет сказать, поверьте в Иисуса Христа. Это очень простая фраза, которая уже всем, уже приелась уже всем, уже, ну, многие вообще, да, ну, они кроме этого ничего не скажут, но по сути только вот это может человека изменить, и только это может дать ему надежду. Потому что если человек не примет вот этот способ, взаимодействия Бога с человечеством, сегодня никакого взаимодействия Бога с человечеством нет. Люди или взаимодействуют с темными силами, или когда они полагаются просто на себя, то они по своей воле живут. А по воле Божьей это единственный, ну, тебе нужно принять Иисуса Христа. Тебе нужно поверить, что Бог послал своего Сына, Он из вечности пришел сюда, в этот мир, прожил здесь, забрал все наши проблемы на себя. Вот тайна в этом и заключается, что Иисус 2000 лет назад, Он чудесным образом, это тайный образ, это тайно, мистический способ, что Он взял и вместил в себя все человечество. Как это понять, я не знаю, но мы были в Иисусе Христе все человечество, абсолютно все люди, все абсолютно. и Он прошел, вот, ну, Гефсимания, вот этот путь, там, когда его били, когда вот это напряжение он переживал, кровь капала, когда он, ну, раны эти понес, его тело было разорвано, и потом в конце, он умер, то есть, дошел до конца, и Он потом сказал, совершилось. И что-то изменилось, пролита была кровь, и вот это начался Новый Завет. Вот с этого момента Бог теперь имеет отношение с людьми только через своего Сына, Иисуса Христа. И в Сыне, в Иисусе Христе, Он каждого человека принимает как своего сына или дочь, если это женщина. И вот это, единственное, что, ну, по сути, это то, в чем нуждается все творение, вся тварь стинает в ожидании откровений Сынов Божьих. Все творение только и нуждается в этом. Как это донести? Ну, я понимаю, что это вопрос такой, что, ну, в двух словах его вообще не опишешь. Но вот молодому человеку я, конечно, постарался бы сказать в первую очередь, что ты готов вот эту женщину любить больше, чем самого себя. Ты готов эту женщину просто за нее отдать полностью себя, свою жизнь. И если бы мне удалось вот, ну, так к нему воззвать, чтобы его сердце вот в это время пережило этот вопрос, то, я думаю, я бы, ну, я бы смог помочь этому мужчину. Ну, не я, конечно, кто мы такие. Но вот это как раз, если он понимает, даже не зная Бога, что если он женится, то он теперь свою жизнь должен за нее положить, он будет счастливым. Но при этом тоже она должна это понимать. Потому что, ну, если один человек понимает, а другой вообще другого ищет, вот почему, ну, браки лучше, ну, когда христиане, когда уже знают Бога люди. Ну, если и христиане. Если не христиане, я тоже, я говорю, что бывает такое, что человек не знает Бога, один знает, и они потом женятся, и тот узнает Бога. А бывает и по-другому. Но важно, чтобы вот... Заканчивайте, я хочу у Наташи что-то спросить. Ага. Ну, вот это вот, ну, я думаю, самое важное, ну, что человек должен понять, что он уже не будет надежать себе, но будет надежать ей. Да. И Бога в сердце впустить, это самое важное. Да. Наташенька, спасибо, что ты так терпеливо слушаешь нас, и я уверена, что у тебя, как у жены пастори, как у жены в браке уже немало лет, как у матери, у тебя тоже есть какие-то советы. Расскажи, пожалуйста, вот ты нас слушаешь, что бы ты добавила, если бы это был твой сын, что бы ты ему тоже сказала? Может быть, что бы ты сказала молодой дочери? Вот как помочь людям начинать жить правильно в браке? И если уже те, кто намучился 10-25 лет, как его изменить лучше? Потому что я слышу от некоторых женщин, говорит, я вот так, Оля говорит, я задыхаюсь в своем браке, я не могу там жить. Да, я хотела сказать, что и тем, кто вступает в брак, и тем, кто в браке, очень важно понимать, что благополучный брак это труд, то есть это усилие. И не будет все так легко, что я вот этого хочу, или этого, и все мне как бы упадет. То есть это нужно вкладывать, и прежде всего нужно вкладывать свою половинку для того, чтобы пожать. То есть это не должно быть, что целенаправильно, что я буду вкладывать, потом я пожну. То есть какие-то дивиденды от этого. То есть это должно быть сердце, то есть ты вкладываешь свое сердце в этого человека. Вот почему говорят, что муж с женой, они становятся похожи друг на друга, хотя они как бы женятся разные, да, внешне, а потом они становятся похожими друг на друга, потому что это единое целое, то есть это плоть одна. И когда ты вкладываешь свою половинку, то есть получается, что идет взаимодействие, идет преображение. Как мы говорили в прошлом интервью, что когда меняется внутренний мир человека, то меняется внешность. То есть мы как бы преображаемся, становимся похожими друг на друга. Почему это труд? Потому что это нужно постоянно работать и над собой, то есть понимать, что ты уже не сам, то есть тебе нужно вкладывать, тебе нужно думать о другом человеке, только не только о себе. Почему считаю женщины, что как бы говорят, муж эгоист, он думает только о себе, потому что может где-то, я не говорю, что это 100%, что все там женщины так поступают, может где-то они вот именно ставят на первое место только себя. То есть этот муж, он чувствует себя ненужным, каким-то одиноким и невостребованным. Часто женщины, они хотят бежать впереди и все как бы нести на своих плечах и не дают мужчине проявить себя, не дают мужчине действовать. То есть ситуации разные. Здесь нельзя сказать, что какой-то здесь рецепт, 100% так нужно или так поступить. Ну, однозначно, что семья – это труд. То есть это нужно вкладывать. Ну, вот что ты имеешь в виду вкладывать, Наташа? Интересное выражение. Ты должен вкладывать в свою половинку. Я должна вкладывать в себя или в мужа? И что я должна вкладывать? Ну, это и время. Это и то, что вот заботу, да, какое-то внимание. Мы часто вот с нашей суетой, мы всегда куда-то бежим, куда-то спешим. У нас нет времени вот этого, как бы пообщаться какие-то, излить свои сердца. Это тоже труд. То есть это тоже время надо. Надо понимать, что мы все время, тоже мы всю жизнь не будем бежать. То есть нужно когда-то остановиться. Смотри, получается жена, которая плачет, да, которая уже ищет тебе помощь на стороне. Вот душа попечительная работает, да, идет к пастырю, идет к кому-то к женщине, к маме, кто ее может выслушать, да. Она идет туда изливать свою душу, потому что муж, скорее всего, не способен выслушать ее сердце. У нее не было возможности выговориться, а если она пробовала, он ее не услышал. И еще надо научиться слушать, как и мужу жену, и жене мужа, и родителям детей, и детям родителей. Я на своих детей замечала. Приезжает дочь домой. Папа, вот это, вот это, вот это случилось! И папа, не умея выслушать до конца, задает ей встречный вопрос, может быть и строгий, и на этом дочь закрывается. У меня больше нет настроения тебе что-то рассказывать, да. Иногда так же само поступает мама, иногда так же само поступают дети, и наш его так гавкнул. Получается, твое слово закрыло человека. У него больше нет желания и тебе что-то рассказать. Получается, люди не умеют слушать, не умеют дослушать, не умеют выслушать, не умеют понять. И я, вот, чем больше я живу, тем больше я понимаю вот эта душа человека. Душа, что такое душа человека? Это желание, это слова наши, это наши мысли, это наши стремления, это наши мечты, это наши таланты, это мы творцы, мы творим, мы рисуем, мы пишем, мы говорим, мы что-то хотим сотворить в этом мире. И у человека рядом с тобой стоящего есть возможность тебе помочь вырасти и достичь вот этого совершенства или заглушить в тебе вот эти все чувства, сделать тебя ничтожным человеком, как животный, который не может ни говорить, ни думать, потому что его просто-напросто заглушили. И мне кажется, это очень огромная проблема в семьях сейчас. Почему? Женщины, я уверена, и тебе много рассказывали боли, и мне. И мне интересно, Валерий, может и вам, мужчины, рассказывали боли, потому что вторая половинка не способна слушать. И я думаю, это то, где начинаются большие проблемы. В Камбире Кейщин, человек закрывается в себе, ты бы раз не выслушал, второй раз он тебе не расскажет. А вот это боль сидит там, и потом взрывается, как вот этот вулкан, да? Так что я – это она, она – это я, и мы должны вкладывать человека. Вот даже, например, Наташа, вот даже сейчас мой муж хочет кое-что, оно дорого стоит. Мне оно вообще не хочется. Ну, если хочешь, ну, бери. Ну, а что сделаешь, да? Иногда ты общаешься, иногда ты решаешься, иногда ты просто думаешь, ну, вот человек хочет, впускается ли это в путь, правильно, что? И ему будет хорошо, и ты будешь самая лучшая жена под локом, да? Вот. Так что вкладывать, ты говоришь, это время, это забота, это внимание, общение, и чтобы человек мог тебе излить твои сердца, а тебе в обратную очередь надо уметь выслушать. И мне кажется, особенно мужчина, как Валер вначале сказал, что мужчина иногда может быть более, как вы сказали, ранимая, чем женщина, и иногда муж приходит в работу, у него довольно много проблем на работе, да? И он все рассказывает, рассказывает эти проблемы, и, как я уже сказала, ему даже твое решение не надо, ему даже твоя подсказка не надо, потому что ему надо, чтобы ты его подошелась. И сказал, дорогой, все хорошо, правильно, Валер? Бывает же так же, да? В основном, вот я хочу сказать, как к психологу люди приходят, они просто хотят выговориться, то есть им не нужен даже тот совет и не нужно направление, они сами в ходе своего разговора, они видят направление, куда им идти. Почему вот люди идут, хотят кому-то высказаться, потому что им надо выплеснуть это, чтобы увидеть, как дальше жить и куда идти, направление. То есть им просто нужен человек, который их выслушает. Да, а знаешь, у нас так интересно, мне кажется, уже многие годы, я же такая, на эмоциях, что у меня я сотворю, я совсем по телефону разговариваю, ну такая, муж приходит домой, ну что у тебя нового, рассказывай. Я говорю, ты серьезно хочешь их слушать? Говорю, серьезно, как там твои родственники, что нового? Я с ним уже ему все рассказываю, да, и я вылила свое сердце, и он все узнал, и нормально. А иногда, я говорю, если человек не умеет тебя слушать, просто высушить не умеет, то, конечно, ты тогда будешь идти к психологу и платить 150 долларов в час, или к коучу, и, конечно, там ты получишь ответ, но мне кажется очень важно, вот я со своим мужем, я с ним все решаю, я ему все говорю, вот это послужение, все, что я делаю, я с ним советуюсь, и мне так приятно, когда он меня понимает, когда он мне подсказывает, когда он меня благословляет. Я говорю, это просто подарок от Бога, я бы без него благословения я бы ничего не делала. И это, это знаешь, как написано, сейчас я просто нашел другую жену, и, да, там в печах как написано, это релень на сердце, когда тебя муж понимает, когда тебя благословляет и поддерживает. Представляете, как тем мужем, кто тебя не понимает. Я только сейчас начинаю понимать, почему женщина плачет, почему она кричит, почему она нервничает, почему, потому что ее не понимают, а душа кричит, дай мне свободу, разреши мне побыть с тобой, ты не можешь меня вот так задавить, я хочу жить, я хочу жить, и люди не понимают этого. Что вы еще добавили? Я как бы хотела добавить, чтобы люди, они больше искали духовных вещей, потому что физический мир, он затягивает нас, то есть нам постоянно нужно что-то добиваться, каких-то целей, куда-то нужно идти, что-то осваивать новое, а вот именно духовная связь, это очень-очень сильная связь. Вот почему говорят, что материнская молитва, она очень сильная, это духовная связь, и если мы ищем горнего, то есть мы, если ищем духовного, то есть в нашу жизнь также приходит наполнение, и часто нам хочется именно душевного, именно физического, но духовного должно быть в приоритете. но видишь, это не каждый человек поймет, это поймет, который уже знает Бога, человек, который еще не знает Бога, но да, он это проявит и вот, и даже я думаю, вера, это приходится не вот я каждый день в жизни сегодня уже 43 года, я могу ленивить, я каждую неделю в жизни каждую неделю что-то новое понимать, да, так что хотел немножко тоже добавить, для мужчины особенно вот важно понимать, что Петр, он говорит, что если мы неправильно воспринимаем жену, то препятствие в молитве, просто, ну, если мужчина поймет, что препятствие в молитве, что это такое, если даже человек неверующий, он все равно, духовность, она у всех людей есть, просто, что, ну, правильная духовность и неправильная бывает, в любом направлении, в каком бы ни двигался мужчина, если его жена, она, ну, пренебрежена, как жена, действительно, то у него не будет того успеха, который мог бы быть, просто любой мужчина должен понять, понимать, что, если ему трудно, ему нужно позаботиться о том, кто рядом, если он, ну, увидит трудность жены, в первую очередь, и решит ее, тогда, ну, Господь решит его, просто, ну, неверующему человеку, конечно, если есть неверующие, которые слушают, может быть, это ни о чем не скажет, но каждый понимает, что есть какой-то случай, есть какие-то обстоятельства, сложились вдруг, да и в чудо все люди хотят верить, и вот чудеса, они тоже не просто так случаются, они случаются, во-первых, в жизни тех, кто в них верит, и в жизни тех, кто внимателен к другим людям, потому что чудо это мы, каждый из нас, мы вообще, каждый человек чудо, и вот если мужчина поймет, что его жена это величайшее чудо, которое ему Бог дал, а это не так легко, я понимаю, что для мужчины это не так просто, потому что мужчина у него есть цель, и он движется вперед и часто не замечает ни жены, ни детей, и как-то вот, ну уже более зрелый, вот ты правильно сказала, что мы уже поженились, вот, ну мне было 40 лет, и как бы, немножко уже, как бы я видел в жизни опыт уже был у меня какой-то, а молодым людям вообще-то, ну сложно, но если, ну если понимать, что рядом с тобой, ну слушай, ну слушай, я говорил мне одна плоть, вот это я в ней, а я скажу, это Бог в ней, вот сейчас еще глубже копну, если человек понимает, что вот в твоей жене, мужчина, если поймет, что в твоей жене все ответы для тебя, это вообще трудно понять, вот сейчас многие мужчины, они просто скажут, что он несет, но это вот как раз, это тоже самый вопрос, что сила мужчины в нежности, вот, ну это сразу думают омосексуалисты, там и так далее, но это извращение, но действительно, истинная сила мужчины проявляется, когда он может быть нежным, со своей женой, со своими детьми, даже, ну Павел даже говорит, будьте братолюбивы друг другу с нежностью, то есть даже мы, нежность это расположение, тональность сердца твоего, это расположение твоего сердца, и когда мужчина, он понимает, ну, что у него рядом, кто у него рядом, то в этом очень много для него будет ответов в его жизни, вот когда он к цели идет, вот, ну, у меня есть цель, я должен ее достичь, но у меня есть тот, кто мне призван помочь в этой цели, и он не может помочь, когда он где-то надломлен, где-то, ну, чувствует себя как-то не так, как нужно, если у него где-то, тогда он не может тебе помогать, цели твои достичь, чтобы, чтобы женщина, чтобы жена была помощницей, то она должна, ну, понять в первую очередь, что вот этот человек, он действительно любит ее больше своей жизни, что если женщина увидит в мужчине это, она ему свою жизнь отдаст сразу же, она просто посвятит ему свою жизнь, и это будет, ну, это будет гармонично, это будет, это я сейчас говорю, так вроде бы просто, а это процесс, который вот приводит в гармонию, вот, вот есть такое слово синергия, то есть, вот когда один может одно, другой другое, а когда вдвоем вместе соединились чудесно, то тогда происходит в 10 раз больше всего они могут, и вот это и есть, когда, ну, когда муж поймет, что препятствие в молитве, там Петр говорит, это говорит о том, что он в духе потеряет силу, то есть, то-то, что меня ведет к цели, я всегда, допустим, вижу цель, и я понимаю, что я не могу ее просто так дойти, мне нужно что-то, какая-то помощь, ну, мне должно сложиться все, мне должно хватить там силы, мне должно, но я понимаю, это не только от меня зависит, есть какой-то еще источник, который должен помочь мне достичь эту цель, и вот самый первый, ну, откуда открывается этот источник, когда твоя женщина счастлива, когда она, вот, ну, спокойна, она знает, что она защищена, вот мужчины должны понять, четыре сферы жизни человека, муж ответственный за жену, он должен понимать, что физическая защита, это полностью на мужа лежит, жена должна знать всегда, что она защищена физически, это самый такой маленький уровень, самый, потом, есть эмоциональная защита, это вот, жена должна всегда знать, что ее никто не обидит, ее никто не ранит, ее сердце, вот, муж ее защищает, он ее покроет, если даже ее обидят, он ее покроет любовью, и любовь, которую он в нее вольет, она исцелит даже те какие-то моменты, которые где-то повреждения она получила, потом финансово, она должна знать, что, ну, муж, он способен обеспечить свою семью, он способен, ну, ее вдохновить даже, вот здесь уже как бы от обратного где-то идет, но, я всегда понимаю, что, ну, я один ничего не могу, мы можем только вместе, но моя ответственность, что я должен знать, что есть еда, есть кровь над головой, есть, ну, все, что нужно моим детям, чтобы жена не переживала об этом, и самое важное, это вот, ну, я перечислил, значит, физическая защита, материальная защита, эмоциональная защита, и самое главное, духовная защита, это самое главное, потому что я его последним назвал, но оно стоит впереди всего, если у мужа глава Христос, то, ну, то он будет главой для своей жены, и жена захочет, ну, она захочет, то есть, если, допустим, неверующие люди, значит, он должен понимать, что она в духе должна быть, ну, она должна в духе, ну, быть покрыта полностью, не просто видимыми вещами, ну, здесь, конечно, если неверующий человек сложно, ну, сложнее здесь об этом говорить, все равно без Христа, ну, без Христа невозможно какой-то гармонии достичь, просто невозможно, Валер, вы сказали эту фразу, что супруга не может, не может, что что не может еще, как-то плохо так слышно, так слышно плохо, плохо слышно, что жена не может помочь своему мужу, если она надломлена, вот если нас сейчас слушает женщина, которая надломлена, которая надломлена, и может быть, нас слушает муж, который тоже надломлен, и эта семья страдает, что бы в последствии института. в первую очередь, в первую очередь, в первую очередь, я, ну, я, ну, я бы, вот, когда я консультирую кого-то о подобных вопросах, ко мне обращаются тоже люди, там, вот, муж пьет, бьет, там, вот такие вот вопросы, и, конечно, в первую очередь, ну, я, ну, хочу человека как-то направить, чтобы он нашел утешение во Христе, чтобы, ну, вот если во Христе ты найдешь это, это как-то, это тоже, вот это тайна, оно чудесным образом происходит, если человек искренне доверится Христу, то начнет что-то происходить, начнут какие-то вещи происходить, вот, ну, неожиданные даже, много свидетельств таких, что, вот, ну, жена там, терпит от мужа, там, ходит в церковь, он даже неверующий, пьет, там, может побить ее, там, и она, ну, приходит к ней, вот, откровение такое, что ей нужно просто проявить ему любовь, есть такие свидетельства, просто проявить любовь, и, ну, когда она говорит, а как, я же его и так люблю, я же и так ему, и когда, вот, пока не доходит до нее, о чем речь, она думает, что она делает все, что нужно, но, когда, она, я, кстати, сейчас просто, ну, одну проповедь слушал, и там вот свидетельство такое было, что приходит женщина, и говорит пастору, говорит, мой муж меня бьет, что мне делать, он говорит, люби его, она уходит, ну, думает, люби, он меня бьет, а он любит, опять проходит время, опять приходит, говорит, так, ну, все-таки, что мне делать, он меня все равно бьет, пьет, ну, он с ней поговорил, поговорил, и там, так, а что все-таки мне делать, ну, иди, люби его. Она опять приходит, ну, проходит время, он ее там побил вообще, фингал под глаз поставил. Она приходит, говорит, смотри, вот я любила его, что мне делать? И он говорит, ну, давай помолимся. Помолились, и она потом, ну, вышла от него, а он говорит, иди и люби его. И она идет, и вот, и начала, а что мне это говорит, Господи? Почему он мне говорит, люби его? Я же его и так люблю, он меня бьет. А ей Бог начинает говорить. Говорит, начни его любить. Ты его любишь. А она поняла, что она вообще, она его терпит просто. И она его, по сути, никогда не любила. Она просто к нему относилась, как была влюбленность, они поженились, и были какие-то, ну, свои пути у каждого. И она потом осмыслила просто, что она его никогда даже не любила. И она, ну, начала менять к нему отношения, начала делать такие вещи, что, ну, я, честно говоря, когда слушал это свидетельство, даже думаю, это героиня такая женщина. Он приходит пьяный, там, и, ну, там, весь грязный, там, она его раздевает, вымывает, ложит спать. А он просынается утром и бьет ее опять. А она обратно готовит ему еду. И причем, и как, вот там свидетельстве звучали такие слова, что она начала это делать, вкладывая любовь, вот как она любит Иисуса Христа. Вот если Иисус придет к любому человеку, мы все ему накроем, все сделаем, все, и, а если вот жена и муж приходят домой, как она его встречает? И вот, и вот здесь, ну, я, конечно, понимаю, что очень часто безвыходные ситуации, и я тебе скажу, что я даже, ну, я не побоюсь сейчас, там, что кто-то может скажет, что зачем вообще его слушать, но я не побоюсь этого сказать, что может быть даже, и стоит и разорвать брак. Если мужчина бьет женщину, то это уже опасность, и он может ее просто когда-то не угадать и убить. И если действительно он легко позволяет себе это делать, лучше разорвать такой брак. И даже, ну, тоже были случаи, даже в моей практике, когда люди развелись, и у них потом семья стала настоящей. Ну, действительно, ну, что-то начало, ну, может быть, сейчас о том случае, о том случае, которым, думаю, может, еще не настоящий, но что-то начало меняться. Но, по крайней мере, женщина почувствовала свободу. Женщина перестала ощущать вот этот постоянный страх, унижение. А, кстати, унижение, это еще хуже, чем страх от боли, от причинения боли. Потому что, когда человек унижен и раздавлен, он вообще не может быть образом Божьим. А каждый человек, он являет Богом. Так у тебя, что, Бог твой раздавленный и униженный? Вот, ну, просто Иисус говорит, вы боги, вы что, не читали, у вас в Писании написано? Он же имел в виду о том, что каждый человек образ и подобие Бога. И вот как, какого ты Бога воспринимаешь, какой для тебя Бог, таким ты его и являешь. Вот он через тебя проявляется. И если человек униженный, раздавленный, он думает, что Бог хочет его унижать и давить. Если человек, ну, какой-то злой и мстительный, значит, этот человек понимает, что Бог придет и отомстит кому-то еще. Если человек думает, что Бог наказывает, там, и бьет, и убивает, то он идет, и во имя Иисуса Христа уничтожают народы целые, женщин, детей, стариков, и говорят, что это мы Богу служим. А если человек понимает, что Бог есть любовь, который на кресте самогромко сказал, как я тебя люблю, который просто отдал себя за тебя, то тогда вот, если у тебя вот этот Бог, ты начнешь его проявлять в любом случае. Рано или поздно он начнет через тебя проявляться. Если, ну, вот, действительно, вот Наташа сказала, это труд. Это действительно труд огромный. Потому что, если двое согласились, это здорово, это прекрасно. А если они ошибку допустили, то здесь уже, ну, во-первых, нужно каждый случай нужно отдельно рассматривать и выслушать обе стороны. Потому что нельзя одну сторону послушать и принимать решение. Нужно послушать и другую сторону. И нужно время для того, чтобы задать вопросы, которые нужны именно этим людям, чтобы они прожили с этим, чтобы они прошли что-то. Но на это все нужно время тоже. Естественно, что если один человек знает Бога и готов трудиться, чтобы брак сохранить и сделать счастливым, я уверен, все получится. Если он действительно доверит Богу. Если он начнет доверять Богу и показывать того Бога, в которого он верит. Во-первых, благодать. Почему благодать? Благодатью мы спасены. Потому что, не потому что я что-то сделал, я получаю, а потому что Он что-то сделал и Он мне дает. Поэтому я тоже, ну, если такой Бог у меня, то я тоже буду стараться вот его показывать. Ну, каждый человек, у каждого свое богословие и каждый человек, он вот в одной церкви даже, у каждого человека свое богословие. Почему? Потому что каждый по-своему воспринимает Бога, потому что мы все разные. И у каждого свое восприятие. И вот поговорить поглубже о богословских вопросах, в одной и той же церкви одни и те же проповеди слушают, но у каждого свое богословие. Каждый по-своему что-то понимает. По той причине. Потому что не Бог-любовь для них, А Бог, который... Что-то ты хотела сказать, да? Да, хочу добавить, что Галина написала, конечно, Господь может изменить жизнь. Что? Опять не слышно, Олечка. Да. А? Не слышно? Да, не слышно было. Что? Галина написала, конечно, Господь может изменить жизнь. Он может, если мы к этому подойдем. Можно я немножечко добавлю? Хочу сказать, вот если наслушается эта женщина, которая скажет, что с ним бесполезно говорить, он меня не выслушает. Я знаю этих людей тоже. И часто я говорю, я хочу тебе что-то сказать. Но я не буду говорить, пока я не получу твое полное внимание. Иногда человек на телефоне сидит, да? И ты пообещаешь, что ты меня не будешь перебивать. Вот тогда ты можешь высказать. А второе, если ты понимаешь, что это не сработает, просто можешь этому мужу написать песню, чтобы он тебя услышал, чтобы он не перебивал. Потому что часто люди не умеют слушать, перебивают, просто не выслушают, тебя ранят еще больше. И третье, я хотела добавить, это мои родственники, ее муж, пастырь, жена пастыря. Она рассказывала, говорит, куча детей у нас. Он в труде все время. Я устаю. Опередить мне, что ссориться не будешь, мы же пастыря. И я ему всегда говорю, так, нам время ехать в ресторан. И он уже знал, что это время выяснять отношения. И она говорит, в ресторане что тоже не поссоришься, не выскажешь всю свою боль. И она говорила, мы такие брали желтые липучки, вот эти бумажечки. И говорит, у нас было правило. На одной стороне я писала, что мне в тебе нравится сейчас. А на другой стороне я писала, вот это мне болит. Пожалуйста, измени вот это. И он точно так же и писал. И вот так они мирились, выясняли отношения на бумажечках. На бумажечках жена пастыря с мужем. Галина еще написала, если человек полюбил, Бога всей своей искусностью, то на все будет смотреть по-другому. Спасибо, Галина, за ваши подсказки. Хорошо, Валерий, я знаю, вам скоро надо детей собирать из школы. У нас остается минут 10. Последнее ваше пожелание людям. Кто нас слушает, можете написать вопрос, если надо. И мы будем заканчивать. Мы хотим пожелать всем супружеским парам и всем, кто готовится вступить в брак. То, что вы должны помнить не только о себе, но и о другом человеке. И думать, сеять так же у другого человека. Хотим пожелать, чтобы Божья благодать была над всеми вами. И знайте, что Господь рядом всегда. То есть обращайтесь к Нему, молитесь. Не ждите тех крайних случаев, когда уже все, уже нужно кричать и бомбить небеса. То есть постоянно общайтесь с Господом, решайте свои вопросы и в духовном мире, и в физическом. То есть нужно высказывать и Богу какие-то вопросы, решать так же с Богом, высказывать и говорить своему мужу, своей жене так же какие-то пожелания и то, что есть на сердце. Потому что мы живем в таком мире, что много информации, и люди просто не успевают эту информацию и перерабатывать, и делиться. И часто, что мы как бы на разных полюсах. Кто-то что-то узнал, тот еще не знает этого. И я желаю, чтобы больше общения было, больше сердца к сердцу, чтобы происходило вот такие больше диалогов. Я добавлю немножко. И сначала два слова скажу. Вот Наташа когда говорила, и я прямо увидел это, что вот многие вещи в нашей жизни, вот Наташа мне не говорит, а она говорит с Богом об этом, а я потом, когда иду, у меня утром всегда есть время молитвы, я всегда провожу время с Богом. Это час, два и три, по-разному, в зависимости от обстоятельств. И вот я в это время, я всегда слышу ее. Вот она спит еще. А я слышу ее. Бог мне показывает ее сердце. Я просто понимаю, что она переживает. Я не всегда могу решить все вопросы. Я не всегда могу. Но я всегда могу утром подойти, поцеловать ее и сказать, любимая, доброе утро. Ты очень красивая. Ты очень хорошая. Я тебя люблю. И я всегда, ну, я хочу это делать всегда. И вот хочется пожелать, ну, всем мужчинам, чтобы они не боялись быть нежными и не боялись... Валера и Наташа, к сожалению, я вас не слышу. Не слышу. Валера, я вас потеряла на самом интересном. На самом интересном вы пропали. Пожалуйста, повторите. Что же вы хотите пожелать всем мужчинам? Вот я хочу пожелать вот всем мужчинам то, что я начал. Не бояться быть нежным и не бояться любить. Просто давать любовь. Потому что именно в этом ответы на все вопросы. Даже если вот вы никогда этого не делали или делали периодически, или делали не от всего сердца, начните делать это искренне. Просто вот я, если любой мужчина, который меня услышит, если вы это сделаете, ну, на протяжении какого-то время делаете, вы увидите перемены в своей жизни, вы увидите перемены в своей жене, Вы увидите перемены в своем каком-то деле, чем вы занимаетесь, неважно, это там бизнес, чем бы вы ни занимались, духовная работа или какой-то другой труд, вы обязательно увидите изменения. Знаете, вот мужчины все это слышали не один раз, что за каждым великим мужчиной стоит величайшая женщина, величайшая женщина. И я даже понимаю, что вообще жена, она делает мужа. Вот как это ни странно звучит, муж глава. Но если жена понимает главенство мужа, если она понимает, что ему главное принятие, ему главное, чтобы он понимал, что она его поддерживает во всем, что она всегда его мнение ожидает, последнее слово за ним всегда. Она даже вот, интересно, что даже если что-то она хочет, но она уступит мужу и скажет, делай, как ты хочешь, ну муж сделает для нее то, что она хочет. Даже вот если будет конфликт интереса в каких-то вопросах, и жена просто скажет, хорошо, ты, ну не зря же написано, ну как господин, господином называла Сара, и говорит, ну это же не просто так. Это положение сердца женщины. И когда вот мужчина сможет не бояться любить свою жену, а жена сможет не бояться называть господином своего мужа, ну я образно говорю, в своем сердце отношения, любая трудность, любые какие-то вот что-то несоответствия в жизни, какие-то проблемы, они все решатся, все решатся. Потому что тайна, она именно в этом и состоит, когда мы даем место Христу в себе. А Христос, Он всегда хочет давать другому, Он всегда хочет отдавать. Валерия, я прямо с этого момента начну моего мужа называть господином, потому что он мне это не говорит, но на некоторых свадьбах, когда нам предлагали дать пожелания молодым, он часто повторяет эти слова, за каждым великим мужчиной стоит величайшая женщина. И я просто, я всегда говорю, мой муж помогает мне расти, и я уверена, что я помогаю ему расти. Я думаю, что надо быть называемым господином. Наташенька, хочу закончить вот своими словами, сеять другого человека. Вот ты сказала, очень важно сеять другого человека. А я еще пишу, ну что посеешь, то и пожнешь. А что же мы можем сеять другого человека? Это время, это любовь, это уважение, это доверие, это открывать свои сердца друг перед Богом. Друга в Библии написано, я думаю, это в первую очередь муж к жене, и жена мужу должны открывать друг перед другом сердце. Общаться, часто проблема из-за того, что люди не общаются, уметь слышать, уметь выслушать. А дарить подарки, дарить приятное, и делать друг другу приятное, чайок налить, кофе налить, брекфаст делать, ну даже одеялко подать, когда тебе холодно. Или когда ты болеешь, поухаживать, тоже часто слышу, что я болела, неделю лежала в кровати, я чувствовала себя собакой, потому что даже теплого супа не сварил и не принес. У нас есть очень печальные отношения. Валер, если вы не против, можно я вас как служителя попрошу помолиться? Знаете, слава Богу за все браки, где все хорошо, а давайте я попрошу помолиться за те браки, где сегодня плохо, где идет вот этот, где ад, ад в семье, вы знаете, где ад, где дышать тебе не дают, где дети мучаются, страдают, где дети вылетают из этого дома подальше, потому что там ссоры, там очень много плохого. Вы не против помолиться за такие ситуации? Конечно, да. Дорогой наш Отец Небесный, я благодарю тебя в первую очередь за то, что ты дал возможность вот этому эфиру, дал возможность этому времени общения, где мы и свои сердца открывали, и где мы вот как инструменты твои, Господь, для того, чтобы ты прикасался к сердцам людей, для того, чтобы ты наполнял жизни людей твоей любовью, и чтобы благодать твоя, она приходила в жизнь каждой семьи, Господь. И, Боже, мы вот соглашаемся молить тебя сейчас об этих семьях, где нет правильных взаимоотношений между мужем и женой, где есть боль, где есть вот эта ненависть, где какие-то раздоры постоянно, или просто неуважение друг к другу, или просто холодность, и нет проявления твоей любви, Бог всемогущий. Я прошу, мы просим тебя сейчас, мы соглашаемся и просим тебя, сверхъестественно, приди в жизнь каждой семьи, всех людей, вот все, кто будут слушать это. Если даже кто-то не услышит, Боже, для тебя нет никаких преград, говори в сердца людей, говори через других людей, через проповеди, через просто даже через какие-то обстоятельства жизни, говори, призывайте сердца открыться для любви. Призывайте сердца открыться для любви, чтобы они увидели твою великую любовь, которой ты возлюбил весь этот мир, и отдал Сына Своего за всех нас. Прошу, просим тебя, Бог всемогущий, сделай чудо. Пусть в каждой семье произойдет перемена, пусть придет обновление ума, пусть духом ума обновятся вот и мужчины, и женщины, и увидят, увидят во свете твоем все проблемы, которые вот из-за непринятия, из-за непонимания, из-за унижений пришли в их жизни. Дай им всем увидеть во свете твоем, Господь. Дай увидеть, что нет виноватых, нет виновных. Всю вину забрал ты на себя, Господь Иисус. Ты понес нашу вину на себе. Дай им, Господь, это увидеть и перестать обвинять, но начинать любить, начинать видеть друг в друге любимого человека, достойного человека, чтобы семьи становились совершенными, чтобы дети в этих семьях видели вот совершенные примеры, как нужно жить в семье, как относиться мужьям к женам, как женам относиться к мужьям. Пусть, Господи, изменяется весь мир, Господь, пусть придут перемены эти. Ты говорил, Иисус, еще апостолам, чтобы молились о том, чтобы царство пришло на землю, как и на небе. Пусть же, Господи, вот через семьи Твое царство приходит в жизни людей на земле. Пусть, Господи, в каждой семье воля Твоя исполняется. Она благая, угодная и совершенная. Всем от этого будет хорошо. Пусть, Господи, это приходит в жизнь людей. Люди все ожидают откровений от Тебя с неба, чтобы жить в счастье, чтобы радоваться, чтобы в любви Твоей быть, в объятиях любви Твоей жить. Господи, даруй это, даруй, пожалуйста. Мы просим Тебя, Господь. И те, кто сейчас, кому больно сейчас, кому сейчас безвыходная ситуация, кто уже, вот он уже как в стену уперся, не знает, что делать. Господи, вот так просто, сверхъестественно, чудесно дай ответ. Покажи, Господи, у Тебя есть пошагово, как выйти из любой трудности. Открой, Господи, каждому. Пусть мужья, Господь, увидят тоже, увидят каждый муж. Пусть увидит, Господь, Бога в своей жене. Прошу Тебя, дай эту благодать мужчинам. Дай эту благодать, Отец Небесный. Чтобы каждый получил вот эту помощь, потому что жена помощница. Пусть каждый видит помощницу в жене, Господи. Благослови всех нас. Благослови, Господь. Благослови, чтобы Твое царство утверждалось больше и больше во всех народах, как Ты и сказал, Господь. И пусть это будет сделано Твоей силой и Твоей властью, которая дана Тебе, Господи Иисус. Мы просим Тебя и все отдаем в Твои руки. Благодарим, прославляем Тебя, Бог и Отец наш. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Полиция, спасибо Вам огромное за молитву. Спасибо за все, что Вы, как Вы молились, что мы открывали сегодня свои сердца. Наташа, тебе спасибо огромное, что поделились опытом, знаниями. Я очень рада за Вашу семью. Благодарна Богу, что Вы уже пришли в брак с багажом знаний. И очень важно, чтобы наши дети и молодые люди вступали в брак с багажом знаний, потому что если у тебя еще нету этих знаний, или если у тебя нету хорошего примера родителей, то, конечно, будет катастрофа. Ну, все, друзья, мы будем прощаться. Спасибо, Олечка, огромное. Всем, кто нас слушал, спасибо. Валера, Наташа, спасибо Вам за Ваше время. Друзья, прошу, кто слушает и кто будет слушать, обязательно поделитесь этим видео, потому что мы делимся ради того, чтобы поддержать того, кому сегодня трудно, и вдохновить тех, кто очень сильно старается, у них не получается, чтобы они не сдавались, и воздать Богу славу за то, что у Вас хороший брак. Если у Вас хороший брак, помните, что это огромное-огромное благословение, и я тоже за это каждый день Бога благодарю, и Вас, Валера, Наташа, благословляем, и до новых встреч. Спасибо, драгоценная, спасибо. Друзья, мы планируем в следующий вторник выйти и рассказать больше о сердце матери, кто находится в тюрьме вдали от детей. Надеемся, что Бог даст нам в это время возможность. Ну, все, с Богом, всем с Богом. С Богом, благословения и с Богом, Олечка. С Богом, благословения и с Богом. 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 С Богом, благословения и с Богом.